В сложных горных условиях строится Колымская гидростанция. Плотина перегородит узкое ущелье в районе Большого порога и взметнется на 130-метровую высоту. Первыми наступления на горные кручи ведут взрывники, а следом за ними альпинисты. Именно так называют в Сенегории комсомольско-молодежную бригаду скалолазов-монтажников, которой руководит Павел Рычков. В бригаде 15 молодых парней. Для большинства из них Колымская ГЭС – третья стройка. Они укращали каменистые склоны Токтагульской ГЭС, работали на Нуреке и Вилюе, ну а в свободное время покоряли вершины Кавказа, Средней Азии, Синей горы, Черского хребта. Главная задача этих смелых парней – очистить крутые склоны от каменных глыб и осыпей, которые остаются после работы взрывников. Бригада не имеет точного производственного плана. Его невозможно выразить в кубометрах или других каких-то единицах измерения. Но после того, как скалолазы обработают склон, на нем не должно остаться ни одного осколка скалы, ни одного камня. Очистив этот участок водоотводного канала, ребята обтянут склон прочной металлической сеткой, опутают скалу стальными тросами. Делают свою работу альпинисты быстро и добротно. Совсем скоро заработает первый агрегат Колымской ГЭС. Кого-то из них ждут новые стройки, а большинство прикипело к этой, Синегорской. Станут они эксплуатационниками, а в свободное время будут покорять нехоженные пики Синекор вокруг рукотворного Колымского моря. КОНЕЦ КОНЕЦ